Всем привет! Сегодня тема у нас довольно мрачная, так что если все, что связано с прерыванием беременности для вас тяжело и триггерно, берегите себя, лучше посмотрите какое-нибудь другое видео на канале. Ну а если вам окей, то давайте узнаем, зачем устраивают свадьбы для эмбрионов и похороны для иголок. С вами Викер Мэг, канал о культах и культурах. Вы наверняка знаете, какими назойливыми бывают некрещеные дети, например, в славянском фольклоре. А с поправкой на восточную культуру фигуры нерожденных или умерших во младенчестве детей становятся еще более жуткими. В Японии и на Тайване считается, что абортированный плод преследует свою мать. Не просто психологический, а как настоящий демон. При этом она одновременно испытывает все классические наваждения из джей-хоррора и симптомы менопаузы. Как это все выглядит и как происходит экзорцизм за родышей, давайте разбираться. В Японии детей, которые были абортированы или стали жертвой выкидыша, или умерли после родов, называют мизука, что-то вроде водяных младенцев. Есть разные версии, почему они связаны с водой, но обычно это касается не того факта, что ребенок как бы плавает у матери в животе, а того, как от такого ребенка избавлялись. Есть версия, что с тех давних времен, когда в Японии начали практиковать аборты, извлеченный плод потом спускали по реке в соломенном мешке. В мифе о супружеской паре божеств, которые сотворили Японию, боги Идзанаги и богиня Идзанами, из-за неудачного брачного ритуала у них рождается дитя-пиявка. Так в мифе называют ребенка без костей, рук и ног. Отец и мать садят его в плетеную лодочку и таким образом от него избавляются. Вообще, во многих языках избавление от чего-то ассоциируется с водой, например, сплавить кого-то куда-то, а ликвидировать это буквально значит превратить в жидкость. В Японии тоже работает эта ассоциация, но она гораздо более добрая и милосердная, что ли. Кое-где производители шелка, например, сплавляли по реке шелкопрядов, с которых больше нечего было взять. Короче, если должным образом не отправить плод в такое путешествие, он будет мстить. Как он будет мстить? Мать постоянно будет видеть на периферии зрения тень или какое-то пятно. Ей будет казаться, что ребенок постоянно ходит за ней по пятам и зовет ее. А семья будет постоянно болеть и страдать от кошмаров. Женщина будет видеть у себя на коже пятна в форме эмбриона или страдать от коносибари, то есть сонного паралича, когда ты лежишь и чувствуешь, что тебя что-то давит на грудь, но не можешь пошевелиться. Иногда мстительного зародыша видят реально в виде покрытого кровью эмбриона, который преследует родителей и буквально летает за ними по воздуху. Но чаще его представляют в виде призрачного ребенка 3-5 лет. Изредка духовные наставники утверждают, что абортированный ребенок и вовсе взрослеет и достигает полового созревания, а значит спустя много лет после аборта для него нужно организовать свадьбу, чем некоторые экзорцисты и занимаются, чтобы он наконец-то устроил свою личную жизнь, съехал от матери и прекратил ее донимать. На Тайване верят в два типа зародышей, которые не могут перейти в следующую жизнь. Это призрак абортированного ребенка, инлин, или же демон-зародыш, которых тайваньские черные маги либо покупают у нерадивых матерей, либо добывают из тел погибших беременных женщин. Такого демона нужно кормить кровью, и тогда он якобы помогает в бытовых делах и может даже помочь выиграть в лотерею, потому что призраки зародышей, независимо от своего типа и своих намерений, являются всезнающими. Считается, что женщина больше всего подвержена действию призраков зародышей в первые пару лет после аборта, или же спустя уже много лет ближе к менопаузе. Однако они могут дать о себе знать и тогда, когда у нее рождается другой ребенок. Если родившийся желанный ребенок страдает аутизмом, переживает какие-то поведенческие проблемы, грубит родителям или становится неуправляемым в подростковом возрасте, в этом зачастую винят его абортированного брата или сестру. Вообще традиционно переселение мертвого ребенка в того, который родился следующим, считалось чем-то хорошим. Почему? Дело в том, что в Японии периода эдо к абортам и даже к инфантициду относились очень терпимо. Это считалось экономической необходимостью, так что во время родов глава семьи, отец или свекровь, могли дать повитухе знак, что ребенка нужно отпустить, и она избавлялась от новорожденного. Считалось, что он переродится в своем будущем брате или сестре, так что прерывание беременности или инфантицид рассматривались скорее не как убийство, а как отсрочка появления того или иного человека в мире. Мертвому ребенку даже клали в рот рыбину. То ли ее гнилой запах, то ли брезгливость перед тем, кто ест запрещенную в буддизме плоть, должны были отпугнуть от младенца бодхисаттв, и они его не трогали. А ребенок, вместо того, чтобы выйти из кармического цикла, быстро и благополучно перерождался в своей же семье и никого не преследовал. Но вместе с экономическим прогрессом и с легализацией абортов все изменилось. Устойчивый образ зловещего зародыша появляется примерно в 1970-х, вместе с доступной контрацепцией и, что немаловажно, УЗИ-снимками, на которых будущего ребенка можно увидеть во всех подробностях. Теперь восточная мораль осуждает прерывание беременности, потому что оно происходит уже не из-за бедности, а якобы из-за безалаберности, распущенности, внебрачных отношений и эгоизма. И эта же мораль навязывает женщине образ призрака, который будет преследовать ее всю жизнь. К счастью, во второй половине 20-го века появляются заодно и способы этих призраков утихомирить. Для начала лучше не допустить летающий эмбрион в свою жизнь. Для этого, кстати, недостаточно просто не делать аборты, потому что к вам и к вашему ребенку может привязаться призрак младенца, принадлежавшего кому-то из родственников. Одна тайваньская девушка, которая никогда не была беременна, рассказывала, что в храме, куда она обратилась из-за кошмаров и паранойи, ей сказали, что когда-то она сопровождала на аборт подругу, и именно этот плод за ней увязался. В Китае есть масса традиционных запретов, в которых советуют придерживаться для того, чтобы зародыш-призрак не вселился в будущего ребенка. Нельзя заниматься сексом при свете и с открытыми глазами, кстати, не то, от этого еще и ослепнешь. Нельзя также делать это при сильном ветре, в сильную жару или в сильный холод, на полный или на голодный желудок, пьяным, в дни рождения Будды и Бодхисад, в дни рождения родителей и также во все астрологически неблагоприятные дни. Ну, логично, что при таком воздержании забеременеть в принципе будет непросто. Если же дух ребенка все-таки вас преследует, то необходимо посетить буддийский или даосский храм, где практикуют экзорцизм таких призраков. Но даже если после аборта женщина не чувствует, что ее кто-то преследует, некоторые школы буддизма рекомендуют ей пройти обряд мизуко-куйо, то есть буквально ритуал в честь мизуко. Такие куйо, то есть ритуалы в буддизме встречаются сплошь и рядом, иногда даже в честь бытовых предметов. В буддийских и синтоистских храмах, например, проводят похороны иголок или венчиков для чая. Женщины собирают дома все затупившиеся и поломанные иглы и потом втыкают их в мягкий тофу, как бы прощаясь благодаря за службу и позволяя после многих лет работы с грубым полотном полежать на мягоньком. Или молятся за чайный венчик, чтобы он не перерождался и снова не работал, а стал таким себе венчиковым буддой и вышел из круга перерождений. Короче, если уж в этой стране просят прощения у неодушевленных вещей, то у живого плода, с которым пришлось расстаться, его нужно попросить тем более. Обычно Мизуко Куя происходит так. Женщина приходит в храм, который практикует этот ритуал, покупает свечи и масло для лампадок и зажигает их перед одной из сотен или тысяч каменных фигурок божества по имени Дзидзо. Дзидзо – это бодхисатва, который раньше считался покровителем душ мертвых, но со временем стал специализироваться именно на абортированных младенцах и детях, которые умерли очень маленькими. Иногда он помогает и матерям. В Японии считалось, что если женщина умрет при родах, то она попадет в адское кровавое озеро, и спастись она могла только в том случае, если Дзидзо протягивал свой посох, наматывал на него волосы женщины и вытаскивал ее из озера крови. Поэтому перед родами старались не стричься. Статуэтки этого Дзидзо обычно маленькие, потому что символизируют одновременно и само божество, и ребенка, которого оно оберегает. С тех пор, как ритуал Мизуко Куйо попал в Америку, кстати, там часто можно встретить вместо Дзидзо обычные статуи Мадонны с младенцем. На них, ну или на традиционного этого лысого маленького башка, кающаяся мать надевает вязаную красную шапочку, шарфик или слюнявчик. Считается, что это пошло от практики, когда после аборта или детоубийства у матери начинало идти молоко, и она пропитывала им такие вязанные вещи, которые относила повитухи, чтобы та символически передала их похороненному младенцу. Перед статуями также оставляют игрушки, и мне даже встретился такой вообще душераздирающий случай, где родители оставили там куклу, набитую салфетками, пропитанными слезами всех родственников. В некоторых храмах в год могут совершить до 5000 ритуалов по задабриванию мертвых младенцев. Ну и возникает закономерный вопрос, почему в 21 веке это настолько востребованная практика? На этот вопрос есть вежливый вариант ответа. Ну, мол, потеря беременности или аборт никогда не были в Азии толком ритуализированными, и в появлении этого Мизуко Куя назрела такая себе психотерапевтическая необходимость. Но есть вариант ответа и более циничный. Дело в том, что параллельно с технологическим бумом в 70-х и 80-х Япония, а вместе с ней и Тайвань, который незадолго до того был ею оккупирован, переживали оккультный бум. Это было что-то сродни тому, что на постсоветском пространстве происходило в 90-х. То есть целители по телеку в прайм-тайм, целебные пирамидки, журналы с советами, как там привлечь ангела удачи и так далее. Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, сука. И не очень чистоплотные духовные наставники и просто люди с улицы решили эксплуатировать чувство вины матерей, организовав для этого целые обряды и даже фестивали. Сейчас в парке, где проводят мизу-ку-ку-ю, даже специально приезжают туристы, настолько там все диснейлендизировалось. На Тайване даже таксист или продавец лапши мог обратиться к случайной женщине и сказать, мол, я прям чувствую энергетику мертвого зародыша, чувствую, как он тебя преследует. Не хочешь там заехать по пути в храм, у меня знакомый учитель там есть. Или оставь мне денег, чтобы я сам помолился за твоего ребенка. Вымогать деньги, угрожая призракам младенца, гораздо же проще, чем если речь идет о призраке взрослого родственника. Потому что во втором случае жертва афериста может попросить подробнее описать того, о ком идет речь. А в случае с эмбрионом достаточно просто напрыгнуть на незнакомую женщину и сделать предположение, что когда-то у нее был аборт. Причем, как я уже говорила, ему даже не обязательно было быть. Некоторые прилипалые выспрашивают у женщин, кто из их, например, знакомых делал аборт. Или даже была ли у нее пропущенная менструация. Если да, то это тоже превращается в прерванную беременность и становится поводом для доната в храм. Естественно, за подношение абортированным младенцам выступают духовные учителя, которые не против абортов в принципе. В конце концов, это их доход. И возможно, что государству эта политика запугивания злыми зародышами была даже на руку. Дело в том, что на том же Тайване раньше старались ограничивать количество детей в семье. Но идеалом там была не одна семья, один ребенок, а придуманное в 60-х правило пяти троек. В течение первых трех лет брака нужно завести первого ребенка, рождать следующего через каждые три года, остановиться на трех детях до того, как тебе исполнится 33. Через несколько лет слоган поменяли на 3-3-2-1, что на этот раз означало родить первого ребенка в течение первых трех лет брака, второго через три года, остановиться на двоих и не делать разницы между мальчиками и девочками. То есть мальчик и девочка это одно и то же для вас, как для родителя, единица. Это было добавлено для того, чтобы прекратить селективные аборты, потому что, как вы знаете, в странах с традиционным укладом обычно не очень рады появлению ребенка девочки. Даже есть поговорка, что все китайские девочки это побочный продукт стремления родить побольше китайских мальчиков. Так вот, со временем на Тайване выяснилось, что люди и без напоминаний со стороны государства стали меньше рожать. И тогда уже правительство запаниковало, что стариков в стране станет больше, чем молодежи, и пугалки про мстительных младенцев пришлись очень кстати, чтобы отвадить семьи от абортов и сокращения рождаемости. Но не надо во всем винить чисто современные факторы, потому что традиционный менталитет тоже сыграл свою роль. Например, в конфуцианстве считается, что нельзя причинять вред собственному телу, потому что оно является собственностью твоих родителей и предков. Твой плод, соответственно, тоже их собственность, и делать аборт значит их оскорблять. Так что картина, когда во время похорон в Китае отец бьет кулаками по гробу сына, показывает не только его отчаяние, но и такое символическое наказание, которому он подвергает ребенка за то, что тот посмел умереть раньше отца. В буддизме же вообще недопустимо вредить любому живому существу, а зародушую подавно, потому что считается, что посредством реинкарнации судьбы людей пересекаются в каждой новой жизни. Так что ваш будущий ребенок может на самом деле быть вашим мужем или родителем из прошлой жизни. И если вы его убиваете, то это должно усугублять ваше чувство вины. Вообще, почитание нерожденных детей это несколько абсурдный для Азии ритуал, особенно для конфуцианства, где младшим следует чтить старших, а детям родителей, а не наоборот. Но он мог сложиться в современности потому, что расширенная семья стала распадаться. То есть бабушки и дедушки теперь очень мало влияют на жизнь молодых китайцев и японцев, которые очень быстро съезжают из родительского дома. Соответственно, для человека молитвы в адрес предков уже не вызывают таких эмоций, а молитвы, обращенные к детям, на которых у стареющего человека одна надежда, наоборот набирают популярность. И кроме того, в этих регионах, особенно на Тайване, очень негативно относятся к разводу, и иногда семьи стараются удержаться вместе любыми правдами и неправдами. Таким образом, совместное почитание мертвого ребенка может стать для охладевшей друг к другу пары тем единственным звеном, которое их продолжает связывать. Всем спасибо за внимание, особенно спасибо тем людям, которые в этом месяце решили впервые или в очередной раз поддержать канал. Именно некоторых из них вы видите сейчас на экране. Делитесь и пишите комментарии, но не забывайте, что у этой площадки очень жесткая политика, когда упоминаются дети, так что если какая-то цензура, то это все вопросы к модераторам. На этом все, переключайтесь, пока!